всем привет 6 октября время без двадцати 9 представляете я пошла к 7 часам ну минут десять наверное восьмого было когда я пришла ну это я вышла пять минут и остальное ну тут 5 минут меня ходьбы и я пришла в регистратуру там столько людей даже на улице занимает очередь вот такой каменный век у нас вот такой вот такой у нас каменный век и вот сейчас я только взяла талон уже я боялась что мне талонов даже не хватит потому что уже многие подходили спрашивали говорили талонов нет талонов нет вот ну что я подошла к регистратуры сказала говорю дайте мне к эндокринологу конечно мне отправили к терапевту как я и предполагала ну я эту кухню уже знаю она начала спрашивать кто вас направил терапыры я говорю я хочу пройти для себя идите к терапевту вначале терапевту нас же специалист широкого профиля такие они узкопрофильные как мне объяснили вот поэтому сейчас я иду меня на 10 36 талончик в общем день потерян я говорю никто об этом не думает что столько времени мы в очередях теряем а жизнь то проходит никто не задумывается я столько времени потратила вы как я предполагала я вам показываю в начале там негде стать вообще даже ногу поставить негде такая толпа толкаются проходит из очереди в очередь там получается четыре окна и люди занимают сразу во все окна где быстрее пройдет и переходят туда-сюда толкается между этой толпой это ужас ужас вот такой у нас каменный век еще и место видели же там совсем мало места но говорят что в пятницу людей нет говорят приходят пятницу вообще народу нет может было мне нужно было в пятницу пойти но дело в том что откладывать можно долго мне еще нужно в больницу ложится поэтому мне неделю не хочется терять вот за неделю можно много чего сделать но надеюсь что что-то сдвинется надо стучаться лбом во все двери как говорят может где-то откроют вот такой у меня принцип на улице сейчас еще как бы свежо но я так думаю что днем будет тепло потому что свежо то свежо но не холодно вот тогда был ледяной ветер прям ледяной а сейчас как бы нормально такая тихая осень и сегодня у нас ветра нет спокойненько так не знаю что будет днем мне пришли спицы нужно пойти будет получить их где никаких делов не планирую вообще из-за того что сегодня наверное у меня будет день посвященной больнице что я успею перерывах сделать я не знаю потому что вот сейчас я приду позавтракая утром я воды попила и пошла потому что у меня желчное все равно нужно что-то есть не хотелось да и вообще я встала пока себя привела в порядок же я ж не пойду сразу уставшись постели тем более я не знала же на какое время дойдут талон поэтому сразу подготовилась к приему врачу и в общем то сейчас пойду позавтракаю а потом уже по ситуации посмотрю что я буду делать ну самое главное сходить терапевту главное я взяла талончик не знаю сколько времени я там проведу в толпе посмотрим по ситуации если будет возможность то я сниму покажу что там у терапевта будет делаться и сколько я времени около нее проведу вернее не около нее а около ее кабинета это же не знаю к какому терапевту мне дали талон моему или другому вот ладно буду подниматься я к себе на эверест вам хорошего дня пришла опять сижу около своего подъезда сходила на прием к терапевту мне прям смешно правда я пришла и сразу же зашла очереди не было и терапевта я там была ровно столько сколько мне выписывали направление спросила у меня на что жалуетесь я ей все объяснила что у меня вот такая проблема с сердцем было что сейчас недомогание и что как бы ночью меня в жар холод бросает и что у меня это иммунное заболевание в общем выписала направление на анализы направление к эндокрилу ногу выписала не слушала померила давление давление нормальное пульс 76 померила и все не слушала не смотрела ничего что то там сидела писала 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 в карточке вот так у нас первичные смотры выписала как я и и думала сей смотровой и флюорографии все 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 у меня и я думала флюорограмма еще действительно она уже оказывается просроченная но с другой стороны это даже и лучше пускай будут свежие анализы вот и пошла из направлений к чтобы взять талон кондокрилу ногу подошла естественно мне сказали что уже все талончиков на сегодня нет приходите завтра 7 часов утра то есть мне завтра придется выстоять еще раз полтора часа в очереди чтобы взять талон к врачу неизвестно будет он у меня или нет и сказал что если завтра не возьмете то только в понедельник то есть я так думаю что они три дня что ли в неделю дают я так и не поняла вот так что вот такие я и знала что так и будет что хождение в нашей поликлинике это хождение по мукам и вот я сегодня потратила полдня и можно сказать только из-за чего из-за того что только ходила талончики брала выписывали мне направление ну что вы думаете я с утра когда пошла в поликлинику я уже раньше знала что мне пришла посылочка со спицами я утром просто забыла списать трек сейчас же я трек этот списала но куда я вот это написанное положила и пришла на почту обыскалась все по телефону ничего нет по адресу ничего нет и в общем получается что я сейчас вернулась зайду посмотрю сейчас по новой спешу этот трек и пойду назад зашла на рыночек купила опять молока купила помидор на салатик потому что как не говори все равно салатик к любому блюду почему-то мне хочется я уже настолько привыкла с салатами все есть что вчера у меня салата не было но я имею ввиду такого со свежего чего-то салат был со шпротами но это не то я его кстати почти доела он вкусный очень получился очень вкусный я даже сама не ожидала что может быть такой вкусный или может быть это с охотки мне так показалось или на самом деле да скорее всего что на самом деле был вкусный что все свежая не я говорю что огурцы и шпроты и все остальное она вот все настолько гармонично соединилась вкуснятина просто просто вообще осталось там не на один раз покушать и все ладно пошла надо сейчас проверим вот она вроде снимает будет слышно или нет вообще слышно будет звук у меня просто селфи палка старая была короче до этого я снимала на селфи палку так видео вообще звука никакого не слышно ни музыки лучше только изображение все девочки привет еще раз всем проба проба купила софи палку и купила телефон лягушка путешественница ходила ходила не знала куда потратить деньги потратила ходила на почту получила посылку и такая зашла в магазин у меня там сзади натюрморт конечно интересное такая такое дерево вот и зашла очередной раз в салон и меня уговорили купить телефон какая-то акция и очень дешево купила телефон хороший в принципе я же много прочитала про эти телефоны всякие все и купила селфи палку теперь я довольна девочки смотрите какая красота ешь теперь могу фотографировать себе показывать себя со всех сторон и накрашенная не накрашенная так вот видите что я сотворила очень как бы у меня сегодня день не совсем хорошо начался но тем не менее как бы радостное событие теперь я смогу выходить на прямые трансляции к вам с телефона и качество будет конечно получше но у меня почему-то рука долго не выдерживает у кого-то там что-то запищала так что вот такие у меня новости сейчас приду расскажу вам и покажу что за спицы я купила ну а пока я с вами прощаюсь до следующего включения у меня вот такое мотовила я вчера меня хватило только на один моток а а сейчас вот половинку второго сделала камера цвет не передают вообще в реале он какой-то более темный сероватый а здесь какой-то глупизной отдают вообще вот этот цвет такой как и в реале есть такой и здесь передаю а этот нет не знаю чего это зависит я как тот этот малой со своей игрушкой так вот это и я у меня какое у меня красивое окно убрать его чтобы вас не смущало вот вот теперь я могу увидите показывать себя провожу пробы с какой стороны чтобы не было синяков под глазами вот что хочу еще рассказать вам что я теперь смогу прямые трансляции делать почему с ну с телефона потому что тот телефон у меня я уже рассказывала он windows там у него и он не поддерживает google chrome ну то есть вот это youtube google и все а вот этот телефон который я купила он сотрудничает вот этот android до операционная система они работают с google и получается что сейчас как бы я смогу выходить с телефона напрямую с трансляцию будет качество гораздо лучше я сейчас сидела на лавочке снимала люди на меня смотрели как на дурочку что я с этой палкой сижу и снимаю но у нас еще люди не привыкли к такому я надеюсь что меня слышно даже если не очень слышно я постараюсь на видео в киностудии погромче делать чтобы было слышно но это уже совсем другое чем когда я допустим снимаю только один пейзаж у нас сегодня погода не айс сейчас время уже третий час я же все ходила туда-сюда за посылкой больная голова ногам покоя не дает так вот это и у меня сходила вначале без трека я не знаю как у них работают программы не по фамилии не по адресу не не нашли они зато по треку сразу нашли как так бывает ну недоработанные наверное программы вот сейчас пойду покушаю потом еще сниму видео о моей посылочке и значит смонтирую это видео ай какая я довольная девочки просто я вообще не знаю теперь у меня есть возможность гораздо лучше видео делать и выставлять и можно будет даже с самого телефона выставлять ну мне осталось разобраться как он работает и будет вообще все супер ладно это видео свое я заканчиваю собралась готовить что-то либо суп либо борщ этот же суп и я доела вчерашняя курочка у меня есть еще с картошкой но связи с тем что я туда-сюда буду ходить мне как бы некогда всякие тетям я хочу сварить борща или супа какого-нибудь еще не знаю не придумала зашла в свои 33 курицы купила домашнее домашнее бедрышко сейчас поставлю готовить готовить есть хочу видите слюной давлюсь заговорила еду и о еде и сразу слюны полный рот потому что я утром как ушла пришла перекусила это часов девять было уже два часа вот так я путешествовала ладно мои хорошие пусть ваши мечты сбываются легких петель и всем тем кто вяжет вместе со мной и до новых встреч я совсем совсем ненадолго с вами прощаюсь до новых встреч до новых видео с вами была ирина